Моя Родина Сибири необъятно велика, как жених, так и богатырь, как невеста, так ягодыка. Моя Родина Сибири... Добрый вечер, друзья, седьмой год, не хухры-мухры, так, заканчиваем тему с неудачными посылками. Нет, дождёмся, сейчас последние секунды истекает точность вежливость королей, последние секунды. Поехали. Итак, последние посылки, больше таких не увидите, признаны нестандартными. Мы в десятикратном размере потребовали платить, подчёркиваю, примерно в восьмидесятикратном размере, чем довели моих детей до состояния шока глубокого и депрессии даже. Вот. Ну, здесь-то предлагается. Вот этих посылок таких больше вы не получите. Почта большой свинью подсунула. Знаете, когда-нибудь, если вдруг однажды, этого никогда не будет. Ну, писай меня в роли президента. И мой первый указ, заметьте, не пропускается через эту самую довольно-таки медлительную Госдуму. А указ, с этого момента, ни одна инструкция, ни одно изменение в стране, а их каждый день тысячи, почта в том числе, не имеет права нанести вред ни одному человеку. Если ещё несколько дней назад такие посылки принимали, вот, самолёты те же, поезда те же, вот, всё тоже. Могли бы эти отправить, не портить людям настроение, не портить посылки, не портить, а их же пришлось разрезать и выбрасывать. Поняли? Вот. Не портить. Смотрите сюда. Вот. Сажился, потому что была отменена быстрая отправка. Вот. И вот это когда-нибудь новый президент, потому что я уже не знаю, чего ждать от этого. Не, не президент. А президент, он принимает хорошие советы. А такой хороший совет ему под исполнителем догадался дать. Я даю совет. Нет. Ни одно действие не должно прийти в ущерб людям. И пользу людям. Даже это нанесло определённый ущерб садоводству. Поняли? Переделано. Вы спросите, дороже стали? Да, дороже. Кто доплачивал в свои карманы? Ну, вы понимаете, семья Желенова, значит. Но не пугайтесь. Будете вот такие получать посылки с саженцами. Но для вас цена поднялась немного. Она всё равно будет 500-700 рублей. Вот. Идём дальше. То есть, а к тому, что заказы-то всё равно принимать надо дальше, выращивать надо дальше. А цена никто же... Да, эти по 5 тысяч. Вот. Но таких не будет. Не пугайтесь. Будет продолжаться обычная жизнь. Вот. Ну, а эти... Всё это идёт... Ну, чуть ли не в костер, видите? Вот. Вот. Разрезается количество и всё прочее. А их там тысячи были. Ну, на что рассчитывала почта? На то, что это заработает на людях личные деньги. Вот. Есть, есть. Нестандартный. Идём дальше. 10 посылок из 90 были прикопаны. Я стоял рядом. Показывал, как прикапывать. Фильм некоторые из вас видели. Конечно, не все. Итак, здесь не совсем удобно видно. А точнее, совсем неудобно. Это значит, что... Наверное, вот так лучше. Это значит, что всё, включая корни, вот здесь вот этот уровень, провести невидимую линию, это уровень почвы. Всё, включая корни, выше уровня почвы. Вот. Стандартный прикоп я называю смерть самцем. Потому что ниже уровня почвы, почвы, мы имеем что? Мы имеем повышенную влажность. Вот. Почва вот такая. Если она ниже уровня почвы, она в себя впитывает в лаву и выплевает... Мой любимый пример. Ещё раз. Представляем, как можно сгноить сразу миллионы саженцев. Вот. Итак, Воронежская область. Получаю ближе к весне посылку. Посылки чёрные мёртвые черенки на прибивку. Мой недоумённый звонок. Деньги уплачены заранее. Мой недоумённый звонок. Ответ. От крутейшего садовода. Он и сейчас крутейший. И был таким. Вот тут немножко, видимо, это... Что с ней взять? Что находка? У них зарплата. Вот. Ну, что вы хотите? Его ответ такой. Вот. В ноябре. Плюс. В декабре плюс. В январе плюс. Середина января. Сразу после зелёной травы. Ударили 20 градусов на морозы. Ну, всё дальше вы догадываетесь. А теперь представим себе, что эти три месяца при копе... Уже не просто было три месяца, а три месяца швы и дожди. И, может быть, перемешку со снегом, но... Всё, что в этой же Воронежской области, всё, что прикапывало, всё сгнило. Это я бы заранее говорю, потому что я тоже гнил. У меня есть такая особенность. После первой же неудачи я делаю выводы. Вот. Я уже приводил этот пример. Я первый уже загубил саженец. Вот. Ну, точнее, первый случай — это три саженца. Это была беда лютая. Два пипина. И один по первому загубить. Нижний скелет ветки отрядил. Всё как положено. Вот. Новичок абсолютный. Вот. Все три дерева погибли. Даже не проснулись. А им было уже лет по восемь. И они давали прекрасные урожаи. Вот. Всё мне этого хватило. А сейчас в наше время десятки лет. Режьте, 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 режьте. Дальше ещё могу минут десять говорить. Режьте. А что, они не видели, что было потом? А. А потом смотришь. Господи. Ларис Дама. Опустился Тимирязовик. Издала книгу. Я уже помиды в лишний раз не буду говорить. Или сказать. Ладно, пусть живёт. Вот. Летняя обрезка. Весенняя обрезка. Зимняя. И осенняя. Все четыре. Два. Все четыре. И грешь. Сокодвижение. Когда я начал понимать, что если уже резать, то, наверное, это надо во время сокодвижения. И никто мне не написал. В сокодвижение идёт промывка дерева. Это я читал. Учтите. Мы о серьёзных вещах говорим. Лекция началась. Значит. Дерево. Которое. Было. Самое. Ну, вы знаете. Берёзовый сок. Как делать? Дырку сделаешь. Вот и течёт. Ну, не все дерева так явно. Но всё равно же сокодвижение всех деревьев. Я прочитал, что сокодвижение нужно, как промывка дерева. Согласен. Согласен. А дальше-то что? Дальше придумал я. Потому что я же вижу, для чего оно нужно. Нагадаться. Фу. А это значит, что в это время идёт ускоренное. Зимой ломались ветки. Лоси там. Козы обгладывали. Зайцы обгладывали. Мыши обгладывали. Идёт ускоренное весеннее сокодвижение. Идёт ускоренное. Ремонт. Назовём это ремонт. Как уж получается. Сколько. Ну, смотришь. Многие деревья потом с обломанными ветками и с ранами живут дальше. Даже, естественно, и ладно. Искусственными живут дальше. Значит, помогает. А когда вдруг человек пишет, а мы это проходили. Дойдём или нет, не знаю. Нет. Последний вебинар вспоминаем. Глубокая осень. Человек говорит. Вот ещё чуть-чуть и вот успеваем. Вот сейчас обрезаем. Потому что через неделю-две начинаются морозы. Не успеют зарасти. Господи. У меня за 20 лет не зарастает. А он говорит. Режьте так, что мы успели зарасти. То есть, режьте глубокую осень. Оно должно успеть. А он сам-то. Ну, а дальше по тексту идём. Поняли, да? Вот это тоже очень тема больная. Почему? Ещё две темы. Значит, первая. Одна дама, не эта. Другая. Я выписала порядка сорока. Это всё важно. И сейчас поймёте, почему важно. Потому что поставьте себя на место. А я хочу, чтобы... Нет. Я хочу, чтобы все вы стали продавцами, выращивателями и продавцами саженцев. Это реально. Ты ещё кончик выписал, как некоторые уже продают. Одно-двухлетнее саженце. То есть, кто-то за 300 умудряется за 150, а кто-то за 500. Видели уже? Уже есть таких полно в Езоне, где там, как называется, забыл. И вот тогда, получается, что надо это всё знать. А человек выписал 40 штук. Так. К ней пришла посылка. 40 штук. Значит, в эти дни. А посылка была испорчена. Испорчена. Ну, как испорчена? С обмятинами. Она проявила принципиально. Сказала, я её забирать в Польшу не буду. Всё. Пусть едет обратно. И она поехала обратно. Вот. У человека был прекрасный шанс. Почему? Да, я знаю, что такое почта. Лет 10-15 назад. Я вам показывал. И вы видели. Вспоминаю. Ролик прозвучал на всю страну. Значит, выгружают из вагона посылки. Кидают их. Ну, кидают возле вагона. Большая куча. И тот, кто крайний, берёт. Не наклоняясь. Пинает ногами. А это скользко. На перроне. То ли снег, то ли лёд. И он их пинает. Пнул. Пять метров. И так пинками погнал их. Пинками, заметьте. Это видела вся страна. Не знаю, уволили их, не уволили. Но сейчас получилось, что эти 10-15 лет ничего не изменилось. Пришла посылка вмятая. И она, дама заявляет. А вдруг там недобор? Так вскрой. А вдруг там поломанное? Так вскрой. И если увидела, что прекрасно выглядят. Тогда что? Сади, скорее же. Время прошло. Сади. Нет, я не взяла. Теперь Таня плачет. Трубку мне плачет. Что делать? Вот. Посылка пошла обратно. Я, говорит, убеждал, убеждал. Не убедил. А теперь она что? Весной захочет, чтобы её опять послали. Вот. Тане не виновата, что посылку пинала кто-то. Так. Вот. Но, тем не менее, оказалась крайней. Мерва растрёпанная. Это ужас какой-то. Представляете, всё сначала. Весной опять собирать. Опять это. Опять это. Чего-то добилась. Посылка вернулась обратно. Вот. Вот. Ну и что? Сейчас она через два-три дня придёт. Будет она так же прикопана, что выброшена? Нет. Почему? Пять дней туда, пять обратно. Мы уже знаем. Две-три недели, а ничего им не делается. Особенно в это время, когда холодно. Вот. Ну и что-то дама добилась. А если все целенькие? Ну сади ты ради Бога. Ну. Время само то. И ведь это время для многих лучше, чем весной. Пока весной земля тает, пока приживётся. А эти бы весной уже пошли в рост. С первыми лучами. Вот так бывает. Обидно, страшно. И, наконец, последнее. Я почему ещё раз возвращаюсь к теме, что ещё одна дама отказала, чтобы ей обрезали сальницы. Что это такие? Выслали с обманом. Это первый и последний раз, наверное. Вот. Потому что это... Фамилию Железова на этой самой танцевой компании знали. Вот. Попросил друга. Упаковал всё как есть. Ничего не резал. Не резал. Вот. Ушла. Ну и теперь она получит. А я вам это рассказывал. А почему я рассказываю? Потому что мне нужны доказательства, что я не дурак и что она действительно себя подставила. Смотрите. Я по случаю вспомню вот пример. У меня есть фотография. Когда найду, покажу. И так. Один из моих приятелей. Он как бы от меня, назовём это как бы от меня... Отпочковался. Есть такое слово. Отпочковался. Вот. Стал самостоятельным. Вот. И под это дело, значит, он у меня 300... Там, за бесценок. Друзья же. 300 саженцев манджурского абрикоса. Заметь. Самые расстройки в мире. Выкапывали вместе. Корни старались сохранить. 300 штук переехало и на его участок. Так. Дальше я говорю, ну, теперь ты обрезай. Ну, садите. Он уже сам. Он решил заработать. Резать не буду. Десятки лет наблюдал за мной. Помогал мне. А я же режу. Резать не буду. Это был мой триумф, ребята. Это был мой триумф. Почему? У него пришла осень и к осени у него... Ну, это уже весной было видно. А саженцы примерно метровые все, непривитые. Вот столько на каждом верхушке. От одной трети до одной четверти были сухие. Все. Вот. Смотрите. Видите, я еще крестюсь, потому что даже не преувеличиваю. Все в верхушке были сухие. Мне помогло ему, так сказать, оказаться правым. Одна вещь. Знаете, какая? Дело в том, что как раз была очень холодная зима. То, что мы называем сорокоградостная. Вот. А они-то были посажены без обрезки. И вот, теперь представим себе, остальные четверть сухая, а три четверти, которые не сухие. Вы думаете, они полноценные? Допустим, какая разница, отрезал я ему четверть или отсохла четверть? Эй, нет. Теперь весь саженец неполноценный. При осени. Повторяю, в средние цифры. Это важно. Почему? Мы с вами возвращаемся к теме посадок-пересадок. Только я начал с повтора. Вот. И вспомнил этот пример. Очень яркий, необыкновенно яркий. Понял он? Понял. Он потом через год бросил это занятие, еще через год. Дело в том, что у него дела не пошли. Отпочковался. Фамилия. А без этой фамилии никто мне ничего не покупал. Вот. Хорошо, на рынке уже кто-то примекался. И я кого-то там... Я каждый раз говорю, на рынке остался только то-то, точка. Без рынка еще двое там, этот самый. Филипп и Жестовский. Все! Приехали. Ну еще и Слапин. Все. Даже пальцем меньше, чем это. На руке больше, чем я назвал. Вы представляете? А остальное это все, это все импортное. Вот. Причем настолько злые. Боятся меня как огня, когда я подхожу с этим. Я рассказывал. И фильм показывал. «Не смеет снимать! Покажите разрешение на съемку!» Рядом стоит Тотаро Володя. Я подхожу к нему. Показываю его саленсы прекрасные. У меня не требует никакого этого... Никакого разрешения на съемку. Он их сам вырастил. Да плоды хоть я. Ёп! Вот это и есть две стороны медали. Итак. Человек бросил. Он сразу не переучился. То есть он бы мне поверил. Сразу бы была осенняя пересадка. Пол саженца в среднем отрезается. Весенняя. Но одна треть. Запомнили. Теперь она их получит. Что будет? Таня говорит. Таня говорит. Ну она же это. Сказала, что под ее ответственность. Потому что я не уговаривала резать. Что мы вам пришли вырезать. Ага, знаю я их ответственность. Скажет, они были не морозостойкие. Так нет. Чай не это. Не в Крым высылаем. Все. Поговорили. Теперь смотрите. Ну это просто рабочая работа. Это во время процесса заготовки. А эти приготовлены к высылке. Вот. Настоящие. Ниже этого. Ой какие. Я потом покажу какие. Самые красивые фотографии с интернета. С самыми яркими плодами. Все собирается на одном сайте. Называется сибирский. Хотя не в Сибири. И все это. Лапша вешается. Уверен. Почему нас мало. Остальные миллионы. У нас сотни. А остальные миллионы. Что? Обязательно проверят. И будет так как. Нет. Вот это яблоки 200 грамм. Нет. Вот это 300. А это ярче. Это вообще какой-то темно-бордовый. Какой-то. Невиданный. Не мы всем расскажем. Вот эту. Эту хочу. А тот то продает откуда он знает. Что он продает. Ладно. Смотрите. Итак. Дальше пойдет у нас технология. Мы сейчас переключаемся. Вот сюда. Еще нудная лекция. Сейчас уже мы 15 минут поговорили. Нудная лекция. Минут на 40. А потом пойдет поинтереснее. Я к тому, чтобы вы это. Не пугались. В этом мы проходили. Я вначале первую посвятил посадке семян. Помните. Вторую посадке сазусу. А потом махнул рукой. И давай вместе. И семена. И посадку. Вот. А и вот третий раз мы будем говорить. Уже как бы по новому. Раньше у меня было просто винегрет. Вот. Давай. Вот здесь мы остановились. Смотрите. Я пропускаю грецкие орехи. Но. Не актуально. Единственное что сказать. Что если человек нашел. Огромный. Старый. Плодносящий. Грецкий орех. Я просто скажу. Просто. Не вникая в детали. То этот. Настоящий. Плодносящий. Старинный. Грецкий. Настоящий. Видите. Настоящий грецкий орех. Должен стать достопримечательностью. Раз. Должен стать культурным наследием. Если где-то культурное наследие. Какой-нибудь этот самый дуб. Под которым. Лермонтов или Пушкин. Ночевали. Его. Оградку. Табличку на нем. Повесили. У нас. Должна быть. Своё. Культурное наследие. Нашли. Вот такой. Сорокалетний. Огрецкий орех. Нашли. Сорокалетний априкос. Яблоня. Нашли. Со сладкими плодами. Это все. Должно быть. Специальной экспедиции. Лучше доверить это все. Ученым. Уже не сдвинешь место. Все. Тогда поручить студентам. Найдешь. Пятерка. Найдешь. Пятерка. Две пятерки. Три. Нашел. Три пятерки. Пользы будет гораздо больше. А? Сейчас. Винограда у Алексея. Ваша работа была. Когда мы познакомились. Вы у нас живете. В Сызрани. Если не путаю. У вас. Вот такие. Мои абрикосы. Затус. Ничего не путаю. Ну. Когда вы привили. Моисея. Вот такие вот. И. Если я ничего не путаю. Плохая память. Прошли годы. Вот. Вы нашли. Несколько. Старинных. Уникальных. Деревьев. Разные. Видовые. Было. Было. Таблички висят. Защищает. ЮНЕСКО. Это. Спилил. Десять лет тюрьмы. Да. Еще без этого. Без права переписки. Вот. Что должно быть. Я серьезно говорю. Вот. Десять лет тюрьмы. А вспомним этот самый. Вот. Кажется. Свирин. Свирин на том свете. Подтвердить не сможет. Талантливейший садовод. С реки Волга. Присылает мне. Черенки. Черешник. Свирин. Вроде. 90% свирин. Черенки. Черешник говорит. Дерево называется. Сорокинское. Потому что. Хозяин у него. Сорокин. А ему 40 лет. А оно. Дает. Черешню. Настоящую. Я прививаю. Выращиваю. Ем черешню. Настоящую. Ну где наука то. Ваша мать. Зачем вам сейчас с нуля. Где то кто то попытается. Еще эти. Грецкие орехи растить. Персики и прочее. Ну. Наследие то. Мы уже за вас. Нас же миллионы было. Сейчас нас уже меньше. Чего я разволновался. Опять уже. Начал руками махать. Пока этого не будет. У нас садов не будет. Если 40 лет жило. Ну что только. Конечно его не калечили. Если бы калечили. Она была на десятом году. И на пятом бы была мертвой. Доказывал и буду доказывать. Ну что. Поехали. Итак. Персик. Нет. Итак. Абрикос. Я раз в несколько лет. Возвращаюсь к этим фотографиям. Эти фотографии. Специально для будущих студентов. Эти фотографии. Для экзаменов. Для. Вот. Тянет билет. А там написано. Посадка абрикосов. Это не посадка этих. Яблон. Вот. Вот. Только сегодня. В этом. Садоводство по железу. Канал. Ватсапе. Там у нас пятьсот шестьсот человек. Вспоминаем. Что написано было. Вот. Яблоньку закопал поглубже. И показывает. Еще и корни забавились. А вот это посади поглубже. И смерть сто процентов. Различать надо. А вы знаете. Когда делают книги. Берут. И просто. Нарисуют схему. Пишут. Плодовое дерево. Ни яблоня. Ни абрикос. И посадка. В эту. Херово ямку. Я уже. Матерюсь. Слово. Хреново ямка. Хрен. Это не матерное слово. И вот здесь. Вы видите. Одну из таких. Фотографий. Предназначенных. Мною лично. Для будущих. Учебников. Студент задает вопрос. Какого хрена здесь. Сделать камень. Студент скажет. Не знаю. Самый. Грамотный. Студент скажет. Летом. Днем. Камень. Нагревается. Долго. Ночью. Остывает. А значит. Передает тепло. Даже ночью. То есть. Создает. Не проверял. Ничего. Не знаю. Но я вам. Эту. Фотографию. Друзья. Показываю. По другой причине. Вопиет. То что. Вот она. Семидоли. Вот она вылезла. Вот это грызет. Видите. Вот. Семидоли оказалась под землей. Но она хотя бы как-то высунулась. Но. Основание штамба. Ну. По моим прикидкам. Сантиметров 4-5. Под землей. Значит. Это не жилец. Все. Все. Вот. И вот это должен студент сказать. Тогда получит пятерку. Ну. Потом он еще добавит. Вот. Вот. Он еще. Абрикой. Вот он. Ага. Значит. Садили на гряду. Это плюс. Запомните. У нас сегодня тема. Посадка. И в какой-то степени. И с садомцем. И косточкой. Вот. Вот. Дали еще один. Значит. Это была гряда. Специальная. Так. Нет. Вон по моему вылез. То есть. Кроме этого вылез еще как минимум два. Знаете. Ну. Слева может еще есть. Но это самое лучшее. Он его сфотографировал. И прислал. Ну. Что Олег Красивич. Видали. Как мы можем. Олег Красивич. Пожурил человека. Похвалил. Сказал. Молодец. Спасибо. Что хотел. Теперь берешь ручками. И разгребаешь. Пока он еще жив. Вот так. Вот такая учеба и будет. Извините. Новички есть и есть. Но повторяться я обязан. Потому что. В этот фильм. В этот снимок. Видели. Допустим. Из вас человек 100. Так. Но больше там. Где вы смотрели. Не добавляется. Ни одного этого. Никто больше сюда не заходит. Вот. Идем дальше. Это. Это. Меня задавали. Вопрос. И тут. Кстати. Подвернулось. Тоже. Без системы. Показываю. Но все равно. Итак. Баночки. Майонез в основном. На этих баночках. Что написано. Название. Семян. Название семян. Так. Значит. Здесь. Получается. Следующее. Меня задают. Вопрос. Как хранить. Вот сейчас. Я получу. Куда их. Они же маленьких пакетиков. Переталиваем. В стеклянные баночки. В небольшие. Крышки закрыли. И до сертификации. И. Или. Возьми осенью садить. Допустим. Через три дня. Через неделю. Кто-то на юге живет. Там еще. До месяца. Еще. Еще месяц. Еще месяц. Полежат. Вот. Кто собрался весать. Садить. До нового года. Как минимум. Яблонькам. Всего. Нужен. Месяц. На сертификацию. Абрикосам. Полтора. Два. Сливам. Два с половиной. Три. Видите. Как легко запоминается. Идем дальше. Вот. Это. Раз. Тема. Посадка. А здесь у меня просто написано. Посадка. Или плюс. Это все фотографии. Моя самая первая фотография. Неужели я. 38 лет назад. Был такой же лысый. Вон уж это в час. Да. Наверное. Так вот. Я посадил. Шикарный. Малинник был. У одного из моих друзей. В соседней деревне. Он говорит. Копай сколько хочешь. Малинник. Так зарос. Надо приезжать. Малинник. Я накопал. Посадил. Малину. А потом оказалось. Что. Ну. Понятно. Пуск. Завод. Лишний раз не польешь. Малина любит влагу. Лишний раз не польешь. И. К осени. Они все были. Не мертвые. Нет. Просто вот эти длинные плиты были сухие. А из под земли бодро вылезли. И к осени. Стали вот такими. Без лишнего полива. Вот такими. Вот примерно стали. Побеги появились. По два. По три побега. Потом естественно пришлось все это отпилить. Откусить. Или как там. Ответить. Эти сухие побеги. Но я считал. А это же тот самый новичок. Мне хватает одного. К примеру. Я никогда не знаю. На грабли два раза не наступаю. Вот. А то думал это. Вот сейчас на них ягоды появятся. А сейчас разбирались. Как были сухие. Так и остались сухими. Но откуда мне тогда было знать. Что. Что. Эти самые. Бывает. Однолетняя. Малина. Мы ее называем. Ревотанты. В один год вылезет. В этот же год зацветет. В этот же год отплодоносит. В этот же год. Вырезаем ее. Ради новой. А. Обычно нормальная марина. Она двухлетняя. Один год растет. Растет. А на второй год. Светет. А потом умирает. На третий год. Она уже не просыпается. Вот. Вот. Я наверное. Собирал. Отплодоносила. Ей грозила смерть. Но хорошо. С корнями посадил. Ну. В общем. Вы поняли. Учиться надо на бегу. На лету. Вот эту фотографию мне прислали. Кто-то сфотографировал. Телеканал. Такой-то. Ну. На какой-то момент. Когда. Северо-южная Корея. Взяли. Кослое объединение. Как тут написано. Им дали по лопате. И сказали. Садите. Посадили на холм. Вот. Мне интересно. Да. Мне стало обидно. Конечно. Это не их личное знание. Садить на холм. Это понятно. У них специалисты есть. Они сами может даже не знают. Смотрите. Но это же серьезно. Это же холм. Да какого холма. Я вам покажу. Как садили в углубление. 22-й год. 21-й год. 23-й год. 24-й год. Опять садят в яму. Ну. Что ты буду делать. Вот. Ну. Это еще чем не пример. Вот. Вот. Это мне понравился не вообще. Значит. Под дуги. Под дуги. Значит. Тут была сверху пленка. Или. Ткань какая-то. И. Посмотрите. Какая схожесть. И посмотрите что. Мое любимое занятие. Наблюдать. Что вот это. Семидоли наверху. 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 Дальше не видно. Не сомневаюсь что наверху. Вот. Им обеспечена длинная долгая жизнь. Конечно. Это школка. Так густо садить не будут. Вот. Я в таких случаях говорю. По возможности. Само лучше оставайте на месте. Даже если между ними. Два метра будет. Или как мне описали в фотографии. А там вместо абрикоса. Персик вылез. Персик. Персик. Не спутать невозможно. А почему он персик. Вы же прислали абрикосы. А хрен его знает. Почему. Молись на него. Пылинки сдувай. С секатором не подходи. Не пересаживай. Не пересаживай. Потому что это. Или персик. Или это гибрид абрикоса с персиком. И то и другое ценнейшая вещь. Особенно ценнейшая. Если это правда гибрид. Представляете гибрид. Берет допустим. Абрикоса. Более более стойкий. А от персика возьмет плоды. А. О. Видите как здорово. А мне такое письмо пришло. Спасибо за то. Письмо. За ту фотографию. Идем дальше. Ну. То что надо детей приучать с детства. Уже догадались. Вот. И пускай зарабатывает. Пускай зарабатывает. Это мое такое мнение. Работа всегда есть. Вечная Сибирская штаба. Знаете. Мне до этого обидно. Несколько человек подряд написали. Вечная не взошла. Так. Не взошла. 15 февраля была посажена. Допустим. Берем. Накидываем два места. Март 15 апреля. Это среднее время посадки по стране. Среднее. Можно 10-го. 20-го. Северяне могут мае посадить. Южане могут в конце апреля. То есть в конце марта. Берем это среднее время. Сходит через два месяца. Сходит. Идем дальше. Оптимальное время я назвал. Два месяца. Слева красно. 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 Синяя. Ну в данном случае неважно. Смотрите внимательно. Видите эти белые. Вот эти. Это значит что? Ооо. Даже на самом верху. Что-то. Белое. Темнее. Сигнал. Пора садить. Смотрим на время. 21 марта. Я сделал фотографию. Я всегда в январе заказываю себе посадку в этих банки. посадку в банки. Это сертификация. Вот. И в холодильник. В данном случае не хватает места в погреб. Вот. Прошло. Два месяца. Два месяца. Два месяца. Два месяца. Десять дней. Два месяца. Десять дней. Вот. Первая. Эти. Зоночки. Скорая. Пора высаживать. Так что цифрами. Я всегда подвержаю цифры фактами. Вот. Потому что когда это. Я не всегда согласен цифрами из интернета и справщиков. Ну. Эта фотография очень красно-речивая. Я не помню, у кого я ее делал Расказал Серку Вот Он говорит У меня первый раз лужа стоит А у него, наверное, малоснежие, да? Вот И обычно лужи нет Вот прокопай канавку и сухо Так А я быстренько фотографировал Я не стал уже, может быть, я потом сказал Прокопай канавку Еще посужи дерево Вы поняли, всегда можно найти Даже не каждый год Но какой-то год можно побудить дерево Посмотрите, видите, насколько оно отсырило Влага пошла вверх Почему? Потому что кора полистая Она вся покрыта чем? Она вся Покрыта этими самыми Микроскопическими Для дыхания Для этого назовем их Устисами Эти устья сослужат порами А эти поры являются Водопроницаемыми Вот, пожалуйста Гниет, гниет А потом Ой Десять лет плодоносила Даже это бывало Не то, что там На третьей, пятой Бывало на десятый, пятнадцатый год У людей сгнивали деревья Они даже не подозревали Почему? Но это обидно Это самый рассвет дерева У меня одно такое было Склон вот такой С одной стороны И тут такая ямка У меня и фотографии есть Но где же искать буду Из тысяч? Я самый богатый в этом плане На доказательства Только доберись до них Вот И так С одной стороны Получилось Гнило Вот такой Получился Склончик Маленький Ямка Но наполовину С одной стороны Ямки нет С другой стороны Ямка Половина Этого же Стамба В воде А половина Сухости Так и гнил Так Ну это моя Еще одна фотография Знаете Мне повезло Здесь склон Десять градусов Уже это Спасло Дало возможность Абликосу выжить Сорок Пожить сорок лет И дать Примерно Это подряд Это он был 3 года назад Таким И дать Рекордного урожая И в общей сложности Сотни века Так Причем съедобно Стоило О нем позаботиться Ну сами посудите Еще раз Приезжает ко мне В фотографии Долгород Когда Найду ее Там моя племянница Ее дочка Главный редактор газеты Фазенда Видите как У меня все Докумбитировано Это значит Что Ирина Владимировна Головина Послала Девочку собрать Ну приехала Уже ничего нет Они эти Они же поздние Вот говорят Запоминайте Поздние А под ним Несколько ведера Лежало Вот Девочки Собрали Два-три Насобрали Погрузили В машину Через 3-4 дня Приезжают В Красноярске Говорят В Ирина Константинович Вот А прикосов У меня нет Я говорю Что вы просили Они же кисловатые Испортились В ужасе Спрашивают Нет Мы пока ехали Мы съели Два-три Вот это успех То есть Закосоверцев Они никакие Не дикие Вот И теперь смотрите Верхнее Вот здесь Дерево Обрушилось Как мог Сделал Эту самую Как мог Отперил А вот это Дурная рана Это моя глупость 30-летней давности Где 37-летний 35-летний Вот Когда я Сделал Рану На концу Дерево Продолжало Расти Оно огромное Здесь Оно не показано Вообще Своей красоте Вот где Это самая Девочка Студентка Юлия Матвеева Вторая И последняя Которая училась У меня Это наша страна Она обнимала Это дерево Вот так вот И только Обняла только Половину Вот так Представляете Картин Просто здесь Не показан Максап И вот оно Росло Росло И хотя я Усадил Это же первое Дерево Хотя я усадил На ровное место Не в яму Не на холм А на себе Холм Выкопало Само Корни Росли Начали Выпирать И предподнимать Почву И так 40 лет 25 марта 25 марта Наглядно Да Не только Если успели Взойти Уже успели Испортиться Китайка Вот смотрите В самом низу Видите Китайка Проснулась Еще раз Это мои Доказательства И не один год А разные годы 15 января Поставил Статификацию Китай Как раз Упрямая Помните Некоторые говорят Не взошли Вспоминаем Есть несколько Серьез Таких 17 января Первый звоночек Пора садить И еще раз Ребята Почему Вы Ждете Когда Весь Март Весь Апрель Весь Май Некоторые Июнь Ждут Когда Прослется Холодильник Никогда Ни разу Я не сказал Ждите До упора Ждите До осени Я говорю Пришла Пора Пригрело Солнышко Земля Таила Порская Лопата Садите Хоть Ни одна Не взошла Но Если Взошла Каждая Пятая Каждая Пятая Эту Каждаю Пятую Садите На Постоянное Место А Спящая Вот Так Как Эти Школки Ну Как Провидоры Вот Сколько Я вам Наговорил Красно Желтая Смотрим Видели 15 Января По 17 Апреля Видели Вот Вовремя Это Достав Показать Вам Ну а дальше Что Дальше Их Выбросил Так Красно Синя Ага Тут Что У меня Имеется А ну Ка Дальше Есть Другая Подруга Ага Вот Она Смотрите Только Первая Прокнулась И Что Получается Получается Что Красно Синя Более Упрямая Ей Наверное Больше Времени На Сортификацию Видите Тут Не 15 А 8 Все Рано По Которую Только Одна Так Артем Вот Они Звоночки Начал Сходить Артем 2 Плюс Это Водной Банке Начало Сходить Вот Ну А дальше Что Тема Меняем Что Мы Видим Мы Видим Абрикос Мы Видим Что Сильная Обрезка Задернение Холм В общем Ничего Особого Не Видим Вот Так Теперь Так 15 Абрикос 18 Абрикос Выйдите Некоторые Уже Не только Разошли А мне Все Отличат Что У вас Это Слева Неправильная А не только Правильная Они Сильно Правильная Они Умудрились За это Время За это Месяц И Перрости Надо Вот Так Смотрим Я Низу Гулевская Схожесть Прекрасная 13 Абрикос 30 Абрикос Достав Банку А вот Там Что Творилось Не купили Не купили Кстати Жугревского Никогда Не проверю Что Посадители С Жугревской Врастет Дичок Не Верю Не Верю Вот Матурские Орехи Значит Стификация Началась После Нового Года Сразу В апреле Смотрите Вот На крючке Лежат Которые Проснулись Видите Значит Что Значит И эти Надо Садить Которые Проснулись Которые Банки Не Проснулись Их Тоже Надо Садить Одно Самых Легких На Схожесть Видов Растений Ну Что Я Скажу Мы Видим Что Семя Доли Мы Видим Росточек И Мы Видим Вот Такой Корешок Заметьте Корешок А Это Абрикос Имеет Преобладает Как Бы Рости Это Очень Очень Ладно Чем Глубже Корешок Тем Росточнее Дерево А у нас Добрая сотня Советов Которые Губят Деревья Одно из них Отрезать Центральный корень Еще раз Центральный корень Отрезают Торговцы Потому Что Когда Его Просто Выкапываешь Он Очень Жиденький Саженец Действительно Жиденький И С водом Приживается А так Как Практики 100 Летний 200 Летний В отличие От Железова Чуть И Единствен В своем роде Практика Особая Чем Хуже Корень Это Все Не Отрезаем Крон Иногда Приходилось 90% Крон Отрезать Крон Летний Никто Никто Неспособен Идем Дальше Крон Шоу Фориска Вот они Первые Входы Фотографию Семь Семь Мая Я У меня Комновидная Баргузина Семьмого Мая А сорти Это Разные Сорта Всходят А А когда Я Выпешил Посмотрите Что Дело Казалось Бы Все Скромно Ага А теперь Переворачиваю И что я вижу Я вижу Что я Сидел Правильно Выдел Не купили Выбросил Так Кто-то Из моих Учеников Ну Хоть Явно Видно Взошли Неравномерно Немного Ну Сад Состоялся На первом этапе Это хорошо Тем более Для мальчишки Так А Я чуть не забыл Зачем здесь Вот здесь Вот Что было Здесь Лежал Этот самый Резиновый круг Он Просто Лежал Себе Никому Не мешал Вот Как бы Сказать Это Когда Берется Резина Разрезается И получается Ну Не этот Не покрышка А Камера Камера Разрезается И получается Тлоская Ее Как Предыщий Хозяин Вот Для чего-то Применял Она Лежала В центре Дырка Какой-то Резины И вот Такой Ширины И вот Я Смотрю Господи Думаю Что же Ты Будешь Делать А Куда Мои Коты Сходились С С С С С С С С Убираю Резину Вот Это Значит Мыши Под Резиной Устроили Себе Пикничок Вот Он Пикничок Когда Я Пригляделся И Вот У кого Хорош Компьютер Посмотрите Они Все Просверлены Тем Скорее всего Мышами А вот Крупный план Это Железина Под Ней Видели Да Я Не Болтун А Тогда Я Понял Дело Дело Что В наших Коях Сливы Вишни И Яблони В основном Размажаются Кронивыми Отводками Я Этому Даже Рад Это Сдержанный Рост Кронивых Отводков Это Значит Они Сами Вырастают Сами Вырастают Только Бери Копай И Все Что Хоч Сделай Так Продавай Хочешь Привай Еще Лучше И Вот Тогда Я Что Заметил Господи Я Тех Сенцевые Вот Этих Кусочек Этих Самых У меня Вдоль Забора Не Не Тысячи Разве Могут Быть Тысячи Кус Нет Сотни Тысяч Десятки Сотни Тысяч Я Не Видел Ни Одного Схода Теперь Я Догадался Почему Вот Догадался Это Машина Это Пикник Это Машина Столовая А спасает То Что Они Дают Кровневые Отводки То Размножаются Кровнями Ну Что Для Кого Пригодится Эта Информация Ну И Возвращаемся К тому Что Помните Я там Показывал Как Зашли У Меня Эти Же Косточки Значит Что Надо Делать Спасти От Мышей От Мышей Значит Спасают Коты И Прежде Чего И Зерно Отравленное СС Сан-бием Станции Все Остальное Мышлорки Неэффективны Вот Попробуй Всех Вот В общем Может Еще И Другие Способы Я Вынужден Каждый Год Покупать Ну Скажем 5 Килограмм Зерна Дальше По Бутылкам У Бутылок Вот так Чуть Чуть Расширяю Чтоб Тогда Мышл Провалило Только Не Птица И Все В Один Год Не Тронутая Другой Год Все Съедено Я имею ввиду Не сальцы Съедены А Зерна Съедены Мышами Ну Это Интересно Загравить Потому Что Топтали 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 Это Дорожка Вот Такая Прямая Такая Прямая Посмотрите Все Равно Вылезла Абрикос Мозелевский Были Такие Шансы Вылез Вот За ним Посидеть Огородить А потом В работу Взять Но Извините Мой возраст Не позволяет Мне Ламоко Копать Эту Фотографию Мне Прислали Спасибо За то Что Послушались И сделали Пологий Холм Вот А вот Это Знаете Как Они Распособлены По Десятку Десят 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 Бай Есть И Серафим Есть И Все По Десят Другое Дело Что Приходит Весна Вот И Пол Банки Тридц Эти Банки Так Стоят Вот Хорошо Что Бывает До Трех Лет Я Не Боюсь Сохранить Или Не Терять Схожесть Это Было Совсем Брусом Так Дикая Дикая Яблоня Сибирка Так Это Не Моя Фотография Это Фотография Сделана В Тепле Лице Кто Та Ее Интерес В Чем Знаете Чем тут Сложность Во Первых Я Со Сто Смотрю Но Что Там Зашло Если Брать Сыриком То А Почему Ещё Плохо Зашли Мне Режет Глаз Песок Вряд Лет Опилки Вряд Лет Скорее Все Песок А он Моментально Высыхает А в теплице Дождь Это Не бывает Чуть Пропустил И Не Всходит Вот Примерно Так Вот Эту Фотографию Заползил Потому Что Я Ломал Голого Человек Присыл За фотографией Говорит Ну Пожалуйста Как Разделить Я говорю Ну Что Тут Непонятно Вот Вот Эти Вот Оставляйте Отдельно Росточек А это Берите Лопату Обкапывайте Все Сразу Вынимайте А потом Делите Потом Я Не могу Сказать Выберите Вот Эту Среднюю Самую Все Корни Перекалечиваются Все Убирается Кроме Вот Этого Правила Вот А человек Сам Не Собродил Так Красная Синя Слева Ну Вот Скоро Помните Там Была Фотография Где Одна Летви Зашла Я Сказал Им Нужен Больше Времени Полежала Еще Подография Сделана Второй Половни Лета Ну Стояла Стояла Я Не вспомнил Только В июле Но Вы Согласитесь Что Она Здоровая Что Больше Мне Морды Не тыкали Что Я Высылаю Эти Неправильные Кто То Говорит Сухие Кто Говорит Заморозил Один На сотню Один На Пятьдесят Это Пережить Можно Но Самое Главное Это То Что Здесь Можно Определиться Да Вот Тут Наверное Надо Три с половиной Месяца Время Это Красно Синий Но Тогда Она И Перерасти Может Значит Лучше Прогрело Солнечко Оттаяло Земля До Стык Лопаты Садить И даже Сиди Одна Не Зашла Но Пустой Вариант Бывает Сходят Часть Или Бывает Сходят На Год Ну Отлюбуйтесь Пожалуйста Сувенир Востока Ценнейшая Вес Ценнейшая Знаете Почему Она Дедички Не Дает Чем Хороши Костков Культура По Сравнению С Культурами Семечков Дикарей Не Дождетесь Никогда Чуть Чуть Может Быть Ну Или Целая Папка Кто-то Из вас Заказал Эту Папку Я Выровнял Сделал Чтобы Можно Было Яндекс Диском Высылать Я Сделал Где-то По 700 Мегабайт Примерно Две Папки Выровнял Оттуда Убавил Добавил И Там Господи Там Сотни Фотографий Уже Со С всей Стороны Ко Мне Вернулись В виде Этих самых Виде Фотографий Это Сенсация Необыкновенная Уже Это Превосходит Все Что Создала Наука Заметьте Не я Понимаете Не я Нет Я Но Следующий Этап Это уже Не мой Вспомните Чудеса В Саду У Цернобаева Судя Сад Моложе Так Теперь Если Уже Сувенир Востока У меня Через Месяц Скончится Эти Косточки Сразу Говорю Вот И Тогда Будете Локти Кусать Слюной Давиться Но Были Времена Когда У меня Голов 10 раз Больше 40 раз Больше Из-за Из-за Того Что Мы Резали Черенки У нас Деревья Постарели Я Еще Хвастался Урожаями Но Это Отдельные Ветки Там Были Такие Рясные Рясные Но Таких Огромных Деревь С Пятью Десятью Ведрами Таких Плодов У меня Нет Они Они Же Есть Но На Большинство Веток Сухие Мы Их Почти Добили Мы Сейчас Похватились Посадили На них Уже Первые Плодики И При Этих Самых Будет Мало Черенков И Мало Будет Плодов Упустили Года Два Два Раньше Упустили И Чернобаева Нет И Вот Что Получается Когда Их Было Много Былающих Было Мало Сейчас Раскусили Особенно Когда Я Доказываю Что Они Сохраняют Качество Не дикарей А культурных Будущих Потом Вот А это Все Выбрасывалось Смотрите 29 Июля Куда Я Девал По Помойку Так Покупали Я Никогда Понятие Могу Я Показываю Фотографию С этой Косточки Со многих Расставят Чудесные Деревья Там Невиданной Красоты Невиданными Урожаями Косточки 50 Получили В виде Подарков По 20 Штук Суринский Груш Семян А куда Их Девать Будут Да ты Моли Моли Чтобы 20 Хотя 5 Зашло Лучше 10 У меня Всходят Все 20 Учитесь А Пожалуйста Сколько Зашло Вот У меня Подарки А почему Здесь Написано Подарки Потому Что Я Никто До Июля Не Купил А Подарки Я Начал Делать Уже В тот Год В 21 Году Уже Шла Как Подарки 22 Год 23 И 24 Только Я По 10 Дарил Теперь По 20 Толку Сами Понимаете Вот А вот Это Вот Примерно Помните Я говорил Что Кто Мой Прещественник Чей сад Был Кого Я Посад Купил Вот Эту Самую Камеру Я Располосовал И Вот Здесь Такой Прием Это Кто Другой Это Не Так Что У Меня В Саду Под Который Устроились Мыши Пикник Устроили Вот Кто То И И Спользовал Ее Ну В принципе И Сильно Не Мешает Я Надеюсь Все Это Заросло У Него Потом 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 Это Прислонная Фотография Прислонная Так Вот Здесь Я Долго Голова Ломал Потому Что Чек Собрался Дальше Вырастить Густо Невероятно Неприемлемо Почему Годом Раньше Не высадил Если Теплиси Хорошо Всходит Это Это Родина Теплица Поругался Как Что Голова Дел Вот Это Моя Фотография Почему Я Ее Применил Чтобы Показать Что Во-первых Наступила Осень Это Осень Осенья Посадка И Земля И Подрезкалась Она Может Так Уйти В Зиму И Тогда Корни Замерзнут Для Чего Фотография Учебная Фотография Следите Следите Чтобы Не Было Вот Этих Трещин Можно Еще Я Показываю Или Покажу Но Может Сейчас Сразу Минуточку Минуточку Тут У меня Фотография Как бы Еще Одна Учебная Только Я Показывал Прошлые Разы Или Не Показывал Сейчас Я Быстренько Посмотрю Показывал Или Не Показывал А Кстати У нас Уже Заканчивать Будем Поэтому Вначале Покажу Вы Представляете В Наше Время В Прошлом Году Это Как Можно Было Научить Абрикосы Садить Еще Штамп Ими Зелать Чем Думает И Главное Умное Самое Главное Что Попробуйте Докажите Вот Сейчас Она Чем Они Хороши Вот Посмотри Допустим Этот Фильм Кто-то Ей Пошлет Я Скажет Вот Посмотри Тебя Критикуют Ты же Губишь Деревья Утверждает Женера Теперь До Самой Смерти Она Будет Сяд Насов Женера Ничего Не Понимает Вот И Еще Все Так Я Найду И На Этому На Сегодня Закончим Ту Часть Работы Ту Часть Работы Ту Часть Работы Если Я Быстро Найду Ага Дошел Вот Надо Делать Быстрее То Есть Посадили На Холм Вот Тот Товарищ Тоже Посадил На Холм Но Зачем Это Самая Камера Располосованная Прикрыл Нет Ребят Осень Есть Осень 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 Давай У Листьев Спросим Да Так Вот Сразу Обкладывайте Дернут Сразу Ну И Конечно Обходился Без Горшков Но Согласитесь Что Эта Штука Четыре Раза Больше Чем Горшок Вот Этот Ком Ну Вот Все Чего Можно Учить